Хорошо. Ну, мы с вами по-протестантски 25 декабря отметили Рождество, но по нашим российским православным традициям вот мы накануне Рождества. И в связи с этим, думаю, что будет правильно поговорить именно об этом сегодня. Кто же такой Иисус и для чего Он пришел в этот мир? Итак, мы с вами знаем, конечно, эти вещи, но где-то лучше систематизировать их, для того, чтобы полностью представлять цели, для чего Он пришел и что Он делал на земле. Само по себе это потрясающее событие в человечестве за всю историю. Ничего подобного не могло быть. Бог явился воплоти здесь, на земле. Сколько планет Он нас создавал? Миллиарды, триллионы планет, да? И на единственной, где Он своих любимых детей, людей, которых сотворил по образу и подобию Божьему, поселил, вот Он к нам сюда явился. Для того, чтобы мы узнали, кто Он, как Он выглядит, каковы Его цели, какова Его жизнь. Удивительно, потрясающе все происходило, то, что Он делал. И вы знаете, что Он родился от Девы Марии, которая зачала Святым Духом, то есть сверхъестественным образом, так не рождался ни один человек до Иисуса Христа на земле. И все это описано в Лука 1.26.35. Вы, я думаю, и в эти праздники читали. Это не буду просто повторять, чтобы лишнее не отрывать время у вас. Хочу сказать, что для меня это, конечно, самое потрясающее и праздник, и событие, потому что не представляю жизни без Иисуса Христа. Не понимаю, как бы я прожил эту жизнь, если бы я не познал Иисуса Христа. Мне больно за каждого человека, кто каким-то образом упирается, отрекается, не хочет познать Иисуса Христа по каким-то причинам. Я представляю, насколько эти люди себя обкрадывают. Это страшно просто. Тем более, я готов праздновать не в эти даты, а каждый день, кричать от счастья, что Иисус есть Христос, разрешитель всех проблем. Он все решил на кресте. И это самое большое и великое событие в нашей жизни. Иоанна 1, 1 и 14 говорит. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Слово стало плотью. И обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его. Славу, как единородного от Отца. Это потрясающее событие. Сам Бог в человеческом теле ходил среди нас. Невозможно понять, как это пришло Ему в голову. Невозможно понять. И кто-то говорит, ну вот хорошо бы было, если бы мы тогда жили, чтобы видеть этого Иисуса, который ходил там и прочее, прочее. Но нам не о чем жалеть. Он сказал, для вас лучше, если я уйду. Тогда Утешитель придет. Все. Дух Святой. И теперь мы все сами рождены от Бога. И сами имеем тот же Дух Святой в себе. Так с какой же целью Иисус пришел в этот мир? Первое. Спасти род человеческий от сатаны. И Лука 19, 10 говорит. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот это первая цель, с которой Господь пришел. И Колоссянам 1, 13 написано о том, что Он избавил нас от царства тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. Вторая цель. Чтобы отдать свою жизнь как плату за наше искупление. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили. Но чтобы самому послужить нам и отдать душу свою для искупления многих. Матфея 20, 28. Третья цель. Чтобы разрушить дела сатаны в нашей жизни. И вы все знаете также 1 Иоанна 3, 8. Кто делает грех, тот от дьявола. Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И мы с вами можем быть счастливы от того, что Он разрушил дела дьявола. Что мы больше не под властью дьявола. Дьявол не отец нам. Мы можем быть свободны от него и от действий греха. Четвертая цель. Чтобы дать нам вечную жизнь. И мы все знаем с вами известные местописания. Иоанна 3, 16, 17. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Единородного на крест. Дабы каждый, кто уверует, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не пришел Бог судить мир, но спасти. И также Иоанна 10, 10. Вор приходит украсть, убить и погубить. Я же пришел, чтобы имели жизнь и жизнь вечную. И также 1 Иоанна 5, 11, 12. Имеющий Сына Божия, иметь жизнь. А не имеющий Сына Божия, не иметь жизнь. Очень просто нам понимать. А спасен я или не спасен, некоторые спрашивают. А как мне понять, спасен я или не спасен? Ну, для меня ясно, если человек задает такие вопросы, он заботится, волнуется об этом, беспокоится. Это уже явный показатель того, что человек спасен. Потому что не спасенного человека не волнует. Совершенно не волнует. Спасен он, не спасен. Он рожден свыше, не рожден. Пойдет он в ад или не пойдет. Нет. Но Писание четко и ясно говорит. Утверждая о том, что кто имеет Сына Божьего, тот имеет жизнь. Если я уверен, что я имею Сына Божьего. Он живет во мне. То я спасен. У меня нет никаких сомнений. Я никогда не потеряю. Ни при каких обстоятельствах. Рождение свыше и спасение. И пятая цель. Чтобы дать вам новое рождение в Себье Божьей. Иоанн 1.12 говорит. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. И которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Мы должны понимать реально, каким образом мы родились. Мы родились от Бога уже. Рожденное от плоти написано. Есть плоть. Это Иоанна 3.6. А рожденное от Духа есть Дух. То есть мы абсолютно новое творение. Совершенно новое. И шестая цель. Чтобы восстановить наше общение с Богом Отцом. 1 Иоанна 1.3. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Таким образом, вот шесть целей, ради чего пришел Иисус на эту землю. Бог на эту землю. И когда Бог жил на этой земле, воплощенной в тело Иисуса, то Он пришел нам, сам Иисус, вот в этом теле, воплощенный Бог, Он пришел для того, чтобы показать нам, каков же на самом деле Бог. Иоанна 14.7.11 говорит, если бы вы знали Меня, ну то есть Иисуса, то знали бы и Отца Моего, и отныне знайте Его, и видели Его. Видевший Меня, видел Отца. Как же ты, Филипп, говоришь, покажи нам Отца? «Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. «Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне». Мы отсюда можем понимать, что Иисус был полным воплощением воли Отца, Его ипостаси, здесь, на земле. И мы можем смело верить то, что Иисус неоднократно говорил о том, что Он ничего не говорит от Себя. Он ничего не делает от Себя. Отец творит дела. И точно так же мы должны следовать этому примеру Иисуса. Так каков же Бог? Что Иисус явил нам? Он явил нам Божью любовь, первое. 1 Иоанна 4, 9, 10. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 2 Он явил нам Божью силу. Он исцелял больных у вечных и слепых. Это Матфея 4, 24. И прошел о нем слух по всей Сирии и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками, бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелил их. 3 Он изгонял злых духов. Это Марка 1, 34. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос. 4 Он совершал чудеса. И мы знаем, как история с лодкой была, когда Он спал на корме. «Неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» И встав, Он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И убоялись его ученики страхом великим, и говорили между собой, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Марка 4, глава 37, 41. И Д. Он воскрешал мертвых. Вы знаете, как Он воскресил Лазаря, да? Итак, друзья, Он пришел, чтобы показать нам, каков Бог. Также Иисус пришел для того, чтобы разделить страдания в своей жизни, наши страдания. И если мы прочитаем Евреям 4, 15, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Вот какое счастье, что у нас такой первосвященник с вами. Что Он прошел все невзгоды жизни, искушен был во всем. Ни один человек не был искушен вообще во всем. Абсолютно. Но Иисус был искушен во всем, кроме греха. И Он не совершил никакого греха. И Он дает нам повод жить так же. Он для нас великий пример. Но также мы знаем, что Он поставлен и помазан для того, чтобы ходатайствовать за нас постоянно, нескончаемо, по воле Божьей. И Матфея 8, 17 также говорится о том, что Он взял на себя все наши грехи, все наши страдания, все наши раны, все наши болезни. И ранами Его мы исцелились. Е. Иисус умер за нас на кресте. Мы должны были с вами, друзья, умереть. Потому что Римлянам 3, 23 говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. А 6, 23 говорит, за один грех смерть, так каждый из нас был достоин только смерти. Мы были рождены в эту жизнь с условием приговора смерть. «Однако Иисус умер за нас». Нечестивые люди, которые еще четыре дня назад стелили одежды, кричали ему «Осана!» «Вышних!» они через четыре дня всего кричали «Распни!» Прибили его как обычного преступника, самого гадкого преступника, потому что это самая страшная была казнь, распятие на кресте. конечно он мог легко бы спасти себя, он говорил о том, что если бы такая задача была у него и цель, он спокойно легионы ангелов вызвал бы и просто стерли с лица земли бы всех. Однако он до конца претерпел эту крестную смерть, потому что его цель была умереть за нас, вместо нас на кресте. И 1 Петра 2.24 говорит, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавившись от грехов жили для правды. Ранами его мы исцелились. Ф. Иисус воскрес из мертвых для нас, опять же для нас. Он не только умер на кресте для нас, он не только пострадал, за всю жизнь ради нас, он не только показал каков, Бог нам, он есть любовь, и он всемогущий, он совершающий чудеса, но он и воскрес из мертвых для нас. Это величайшее радостное событие для нас. Почему? Да потому что у нас теперь есть такая же надежда, что он первенец из воскресших, значит мы тоже воскреснем. Ефесянам 2.4.6 говорит Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Друзья, это величайшее событие, это величайшее откровение, мы должны дойти, дойти, достигнуть этого откровения, понять, что на самом деле мы уже умерли и воскресли со Христом, мы уже посажены на небесах в Иисусе Христе, наше жительство уже на небесах, уже все решено, самое главное, что нужно было для нас. И это самое великое событие, мы уже не просто люди, не просто человеки, мы уже сверхъестественные существа, мы уже сыновья Божьи, мы уже одесную Бога Отца. И последнее, Иисус открыл для нас небесную дверь навсегда. Когда Его работа на земле была завершена уже, Иисус вернулся на небеса, чтобы быть с Богом, своим Отцом. И это тоже было для нас и ради нас. Тем самым Он открыл нам путь в Божье присутствие, постоянное Божье присутствие, где мы можем жить теперь вовеки. Итак, братья, это Евреям 10-19-22 Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем нового живым, которое Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого первосвященника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и с полной верою. И можно посмотреть также Иоанна 14 1 Иоанна 14 1 Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. Итак, друзья, мы с вами уже восседаем на небесах, мы уже с вами одесную нашего Господа Отца, Господа. Поэтому мы можем радоваться неизреченной радостью о том, что Иисус родился здесь на земле 2000 лет назад, для того, чтобы совершить те шесть целей, которые я сказал, и показать нам, какой же Бог на самом деле. Он явил собой и своей жизнью пример того, как нам надо жить здесь. Для этого нам надо полностью поменять свое мышление. Мы должны все время не сообразовываться с веком сим, но преобразовываться обновлением ума своего. Писание об этом говорит, каковы мысли в душе человека, таков и он. Если мы мыслим Словом Божьим, то он также говорит 1 Петра 4.11. Кто говорит слова, говори, как слова Божьи, если мы говорим слова Божьи, и 1 Иоанна 2.6 говорит, пребывающий в нем поступает так, как он поступал. Если мы поступаем, как он поступал, то есть наши мысли, слова и дела, они тождественны, то в таком случае мы полностью повторяем жизнь Христа на земле. И мы уже спокойно можем сказать Галатам 2.20 уже не я живу, но Христос жизнь моя. И мы можем не сомневаться, когда мы произносим слово, приказываем во имя Иисуса Христа, то это все равно, что делал бы Иисус. Мы можем свободно сказать уже тогда о том, что разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне. Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце, и отец во мне. И пребывая таким образом, мы можем быть совершенно твердо уверены, что наша жизнь будет идентична жизни Иисуса Христа. И наши дела будут идентичны делам Иисуса Христа. И тогда совершенно понятно будет его слово Иоанна 14, 12, которое он говорил. Дела, которые я сотворил, и вы сотворите, и больше сих сотворите. Аминь? Аминь. Аминь, святые, драгоценные. Вот такое слово о рождении Иисуса Христа, о Рождестве Христовом. Аминь. Он